Слов нет, одни выражения, украинцы мерзнут и накапливают долги по ЖКХ. Слов нет, одни выражения, украинцы мерзнут и накапливают долги по ЖКХ. Восемь часов ровно знак авторского права РИА Новости, стрингер, акции у здания компании «Нафтогаз Украина» с требованием включить отопление. Киев, Украина. Знак авторского права РИА Новости, стрингер Москва, 17 января РИА Новости, Антон Лисицын. Начало отопительного сезона на Украине злые языки окрестили холодомором. Несколько городов оказались в особо сложной ситуации. Местные власти выкручивались как могли и законными и незаконными способами. Тем не менее, украинцы продолжают мерзнуть, поставляемого тепла недостаточно. Тарифы растут, как и задолженность жителей за коммунальные услуги. Лучше, чем в России в Тернополе пожарные ликвидировали возгорание. Жильцов из задымленного здания вывели, трех пострадавших увезла скорая. Рядовой вроде бы случай, если бы не одно, но. Пожар возник из-за того, что на кухне многоквартирного дома в центре города жильцы развели костер. Просто чтобы согреться. Украинские города продолжают мерзнуть. Блогер из Днепропетровской области Сергей Ювченко отмечает, что коммунальные услуги по всей Украине подорожали сразу после Майдана. Особенно сильно ударили по нам тарифы на газ и тепло. Украина была неплохо газифицирована в советские годы, лучше, чем Россия. Газ был даже во многих частных домах. И это советское достижение после того, как победила революция достоинства, далеко не всем по карману, объясняет он. Тарифы росли, а зарплаты нет. Газом обогреваться дорого, электричеством еще дороже. Многие в частном секторе перешли на уголь и дрова. Но и это не дешево. Скажем, у нас в Днепропетровской области надо за тысячу кубов газа отдать 9700 гривен, 23 тысячи рублей. Прим. Рэд. Если человек получает полторы-две тысячи гривен, то как ему отапливать дом? Вот и приходится спать в куртке. Многие не в состоянии купить машину угля или дров. Поэтому собирают сухостой, нелегально пилят деревья в лесопосадках, продолжает Юрченко. По его словам, даже такой бизнес, как торговля углем или дровами, криминализирован. Всякие активисты типа правого сектора «Звездочка» пришли в область наводить порядок. Они якобы охраняли лесопосадки и ловили местных, которые пилили деревья на дрова. А у нас как, кто что охраняет, то это и имеет. И с тех пор ходить по дровам можно было только с разрешения всех этих боевиков. Потом полиция их, конечно, поприжала, разогнала. Но сама схема сохранилась. Просто теперь бойцы-активисты крышуют распил дров совместно с полицией, описывает блогер ситуацию. Добыча угля в Луганской и Донецкой областях и поставки с Донбасса тоже криминальный бизнес. Это все знают, об этом регулярно пишут и украинские СМИ, причем это касается и потребителей, и предприятий, добавляет он. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Аверин, вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка. Знак авторского права РИА Новости, Сергей Аверин, вагоны с углем на железнодорожном вокзале Донецка. Газовые бунты начала отопительного сезона 2018-2019 годов на Украине отмечены массовыми гражданскими волнениями. Некоторым городам грозило буквально замерзание. В начале ноября в Кривом Роге произошел газовый бунт. Горожанам крайне трудно оплачивать подорожавшие коммунальные услуги. Тариф на тепло там 50 гривен на квадратный метр, около 120 рублей. У многих Криворожцев и предприятий города накопились долги. Нафтогаз Украины потребовал погасить задолженность, пригрозив перекрыть поставки. Хотя уже тогда в Кривом Роге не отапливалось свыше 2000 домов, несколько десятков школ и детских садов. 11 ноября, когда истек срок ультиматума Нафтогаза, долги так и не были оплачены. В Киеве распорядились приостановить подачу топлива в котельные. Но работники местной теплоэлектроцентрали не решились заморозить город. Несмотря на грозный приказ из центра, они приступили к несанкционированному отбору газа из трубы. Тем временем у здания Криворожгаза собрался газовый майдан. Митингующие подожгли покрышки, а затем ворвались в здание Криворожгаза. Город был спасен. Тогда же в начале ноября, в городе смело Черкасской области объявили режим чрезвычайного положения. Без тепла остались жилые дома, детские сады и больницы. Похожая ситуация сложилась в Шепетовке Харьковской области. Мэр города даже призвал земляков выйти на демонстрацию. Ситуация по поставкам тепла в городе стала крайне критичной. Я как городской голова, исчерпал набор всех юридических инструментов для того, чтобы решить ситуацию законным способом, признался в отчаянии градоначальник на сайте Шепетовки. В Днепродзержинске, переименованном в Каменское, рекомендовали отправить на каникулы учащихся. Мэр ездил в Киев, чтобы выбить лимиты на газ. Его поддержал суд, газ городу предоставили. Но отопление включили не всем. Жители Каменского жаловались журналистам. Сейчас минусовая температура, выпал снег, в квартирах холодно. Пенсионерки делились в СМИ рецептами выживания в стужу. Одна сообщала, что ходит дома в куртке, постель согревает бутылками с горячей водой. Электрический обогреватель включает только ночью, дневной тариф слишком высок. Другая набиралась тепла в магазинах, третья у своей кошки. Также в ноябре активисты радикальной партии Олега Лешко под окнами руководства «Нафтогаза» в Киеве провели пикет с требованием обеспечить украинцев теплом. Не обошлось без перформанса, митингующие подожгли бочку с горючим, прибывшей полиции пришлось ее тушить. Депутат Верховной Рады от радикальной партии Игорь Масичук сообщил, что в стране замерзают 10 городов. Знак авторского права РИА Новости, стрингер акция с требованием включить отопление в городах Украины у здания кабинета министров в Киеве. Знак авторского права РИА Новости, стрингер акция с требованием включить отопление в городах Украины у здания кабинета министров в Киеве. в декабре выяснилось, что на Украине более 500 дошкольных учреждений и более тысячи школ отапливаются печами. Тогда же власти объявили о повышении тарифов. Люди жалуются на их неподъемность. В начале января жительница Тернополя написала в социальной сети, я уже на сайте пересмотрела оплату за отопление. Слов нет, одни выражения. Да за такие деньги у меня в доме должна быть Африка. Впереди повышение тарифов еще до подорожания украинцы задолжали ЖКХ десятки миллиардов гривен. Правительство пытается помочь субсидиями на коммунальные услуги, но попытка как-то упорядочить монетизировать льготы привела к панике. Специалист по ЖКХ Александр Скупченко считает, что реформы ведет в жилищно-коммунальный ад. Долг населения на начало 2018 года порядка 30 миллиардов гривен, а сейчас уже около 50 миллиардов. Очередное повышение тарифов пройдет в два этапа, с 1 мая этого года и с 1 января 2020-го, напоминает он. Эксперт уверен, следующий вал неплатежей будет связан не только с неизбежным ростом цен, но и с тем, что субсидии предоставляются лишь добросовестным плательщикам. Однако прожить хоть какое-то время без долгов по платежкам для многих украинцев затруднительно. Знак авторского права РИА Новости, стрингер, денежные купюры Украины на газовом счетчике. Знак авторского права РИА Новости, стрингер, денежные купюры Украины на газовом счетчике выхода из ситуации Киев пока не видит. И это дает все козыри в руки противникам действующего президента Петра Порошенко на предстоящих выборах. Во время газовых бунтов Порошенко разрешил врываться в технические помещения и срывать пломбы, если существует угроза замерзания, санкционировав самоуправство. Под мою ответственность, благословил он население на акции неповиновения. На всякий случай Порошенко еще пообещал, что в 2019-м Украина станет энергонезависимым государством. Правда, год назад он утверждал, что Киев уже добился независимости в сфере энергетики. Украинцы не тянут и нынешних тарифов, а повышение цен на коммунальные услуги неизбежно это требование МВФ, объясняет украинский политехнолог, глава аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев. В этом году Украина выходит на пиковые выплаты по внешним займам. И от позиции МВФ зависит финансовая устойчивость государства, поэтому никто с Международным валютным фондом спорить не будет, даже из соображений популизма и в преддверии выборов. Порошенко в таких условиях остается только создавать иллюзию эффективной власти. Разрубить коммунальный Гордиев узел он не в состоянии. Любой креатив политехнологов разобьется о реальность, цифры платежек и делении градусника. Политолог напоминает, что в настоящее время 40% бюджета Украины уходит на обслуживание внешнего долга. Чтобы вернуться на уровень субсидирования населения хотя бы 2017 года, необходимо около миллиарда долларов. Кто-то выражал желание подарить Украине миллиард долларов. Интересуется Золотарев. Но вопрос этот риторический. Звездочка экстремистская организация, запрещенная в России.